Два изнурительных и провальных предыдущих дня рыбалки сильно подорвали мой настрой. И по правде сказать, я уже серьезно начал задумываться над тем, а умею ли я вообще ловить рыбу. Было ясно одно, надо что-то менять и надо срочно ловить рыбу, ведь завтра будет последний день. И все. Поэтому для начала я решил отклониться от своего привычного маршрута и попробовать обловить небольшой круг. Местные говорят, будто бы на вот этом озерце полно мелкой щучки. Я сделал 4 заброса и получил уже 2 поклевочки. Одну холостую, одну вот поймал. Похоже местные не соврали и здесь действительно много мелкой щучки. Вот интересно, удастся ли поймать что-то покрупнее. Точку я еще не менял, поставил всего лишь другую приманку. И вот буквально сразу же поймал еще. Ну прям один к одному, к такой же щуренок. Царство мелочи. Такой резвый клев, пускай и небольших, на таких нужных в тот момент хвостов, дал хороший заряд настроя. Настроя двигаться и пробовать дальше. В этот день за мной постоянно шпионили маленькие жабки. Они сидели тихо и неподвижно. Ровно до тех пор, пока я не проходил совсем рядом. И тогда, видимо решая, что их выкрото, они из стремглав бросались на утек. Явно крича в рацию что-то вроде «прием, прием, меняю позицию, меня раскрыли». Забавные существа. Друзья, здесь реально детский садик какой-то. Я не знаю, если есть мелочь, должны быть рыбки и покрупнее, но здесь вот все одна к одной. Они жадные, резвые. Примерно с каждой пятой проводки идут поклевочки. Ну просто такие отпадные сорванцы. Следующие забросы и следующий щуренок. Благо я использую безбородые крючки, поэтому травмирую их буквально-таки по минимуму. Восьмой щуренок. И знаете, здесь настолько мелко, я бросил под тот кустик. Так вот, здесь настолько мелко, что вот этот щуренок грамм сто. Он, когда шел за приманкой, его плавник вот этот, он выглядывал из воды, как будто бы у акулы. Это было настолько забавно вообще. Просто шла такая маленькая акулка за приманкой. И я уже ждал, вот-вот она атакует, и тут бах есть. Ну давайте эту акулу. Разу местных водоемов отпустим. Вкладывается впечатление, что на этом водоемчике щурята настолько злые, что лишь только стоит их отпустить, как они снова выстраиваются в ряды и готовятся к следующей атаке. И получается прямо, ходи, лови, выпускай вокруг озера хоть целый день. Они все клюют и клюют, и все такого же размера. Очень забавное озерцо. Мне понравилось. Поймав за полтора часа 8 щучек, я подумал, что, быть может, сегодня зубастая и на речке активизировалась. Поэтому немедля отправился облавливать самые разноплановые и перспективные участки. Субтитры создавал DimaTorzok Но щука абсолютно не реагировала. Складывалось впечатление, что ее там вообще нет. В ямках пусто, бровки молчат, в коряжнике, как и в траве, ноль. И спустя пару часов я сложил щучий комплект, всецело сконцентрировавшись на поисках головля. К этому времени я уже приспособил заброс к местным условиям и начал пускать в бой воблера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я держал его реально двумя руками. Одной за палку, а другой за катушку. И просто боялся, что вырвет. Просто капец. Я 4 дня ходил, чтобы найти этого головля, и вы не поверите, стоило мне встать на эту точку, сделать три заброса, как рядом проплыли две моторки. Просто вот по голове, по голове проплыли две моторки. Хотя здесь я вообще не видел здесь лодок никогда. И вот бывает же такое. В общем, не знаю. Сижу, жду. Пускай пройдет немного времени. Быть может, главль вернется к этим местам, и я его таки смогу поймать. Хочется в это верить. Пока подожду, а там видно будет. К сожалению, главль так и не начал клевать. Но я запомнил это место, и завтра сюда обязательно вернусь. А пока продолжу поиски. Баблерки сразу же изменили ситуацию. Главль не просто начал засекаться, а еще и начал клевать размером покрупнее. На меня пошел. Вот он, малыш. Пора, пора ему возвращаться домой. Также я решил попробовать сменить на колебалке одинарный крючок на тройник. И хоть это совсем не эстетично, но рыба реально начала не просто клевать, а ловиться. Правда, сколько я не пробовал, но на колебалке клевали совсем маленькие рыбки. КОНЕЦ В общем, здесь не глубокая ямка, а этот воблерок поверхностный. Ну, я решил, чтобы пробить большую глубину, опустить спиннинг вниз и, быть может, поймать трофей. Но поймал вот такую штуку, совсем не трофейную. Пройдя дальше, мне удалось обнаружить стайку Главля, вышедшую на сильное течение. Рыба стояла недалеко, поэтому приходилось вести себя предельно тихо и осторожно. Рыба стояла недалеко, но оно все равно делает. Половить рыбу в такой абсолютной тишине, когда даже слышно как стрекозы взмахивают крыльями, это настоящее наслаждение. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok